Вот в чем принцип работы полуавтомата Когда включили электродвигатель, который находится вот здесь, в коробке Игла опускается вниз Торчит нитка Игла опускается вниз, пошла Здесь вот дальше, возле подборщика идет масса Значит, эта масса затягивает нитку И начинается вязание В это время трактор стоит на месте Игла проходит где-то 160 градусов и возвращается назад При возвращении назад Вот есть автомат, который нитку обрезает Вот он, его видать? Раз, все, нитка обрезалась Все, значит, рулон завязался Можно открывать Можно открывать полусферу и выбрасывать рулон Регулируется вот этот автомат При помощи резистора Здесь вот видно, можно прибавить, либо убавить Качество завязки Ну вот где-то вот у меня на максимуме стоит Расход нитки Довольно большой для этого агрегата Это минимум два мотка на 50 рулонов Можно, конечно, для себя вязать еще плотнее Ну, мне достаточно Ну, на продажу это делается Это вот так вот Где-то 30 На 30 Ругонов нужно два мотка ниток Так, дальше смотрим О чем Так, простота в обслуживании В чем заключается простота в обслуживании Здесь есть места, где, значит, они смазываются при помощи толотницы Ну, это такие места, где не стоят подшипники Ну, в общем, весной смазал Я смазываю, значит, раз в неделю, чтобы это было более надежно Что смазывается? Это на кардане обгонные муфты смазываются, трещотки Снизу тоже есть смазывающие Ну, в общем, все, что смазывается, значит, все указано, значит, на самом агрегате На самом прессе Есть, конечно, пресса более сложная Более совершенная Это 66-й Но он стоит гораздо дороже И если в нем внедрено больше автоматики То есть эта автоматика, ну, в наших условиях может давать сбой И ее сложнее регулировать и сложнее обслуживать Там, на 66-м, камера точно такая же Но стоит две иглы Он вяжет быстрее, то есть работает он гораздо быстрее Плотность прессования массы В чем это заключается, плотность прессования массы? А вот я уже упомянул, что масса, рулон, скрученный на этом прессе В два раза плотнее, чем в нашем российском В российском вообще внутренняя часть Можно ногу засунуть Не то, что руку, но ногу можно засунуть В этом же рулоне из-под импортного пресса Ничего засунуть невозможно Ну, в крайней мере, только там два пальца Плотность регулируется рулона При помощи гидравлики Вот стоит гидравлический манометр Вот, когда стрелка, вот этот вот манометр Начинает подниматься в желтом Уже нужно быть внимательным А как только доходит до красного Сразу нужно завязывать и выбрасывать рулон Как только рулон выбросил, значит, манометр падает Вот гидравлическая система Которая открывает полусферу Она соединена воедино Вот здесь вот Стоят распределители Клапана Которые осуществляют работу гидравлики Износостойкость подшипников Все подшипники здесь Европейские То есть Подшипник Вот на валах стоит На вальцах Самоцентрующийся С эксцентрической затяжкой Есть такие подшипники Их нужно смотреть Но стоят они довольно-таки дорого Ну, в продаже они есть Они, значит, влагозащитные Пылезащитные Эти подшипники И Ну, ходят Ну, раз пять дольше, чем в нашей российской Наши вообще Вообще рассыпаются моментально Единственное, у меня Был летом Вот этот вот вал Сломался Рассыпался подшипник И упал вал Упал вниз Утром рано съездили в город Купили подшипник Путем несложных манипуляций То есть вдвоем Отодвинули вал Поменяли подшипник И на место поставили Все, и потом в обед Уже обратно поехали работать Принудительная смазка цепей Что это такое? Сейчас я обойду с другой стороны И покажем То есть, значит В чем его преимущество Вот емкость, куда заливается масло Из-за этой емкости Масло попадает в вакуумный насос Он тоже имеет гидропривод Масло под давлением Выходит Через такие вот шланчики И доходит вот до таких щеточек Щеточек путем капельного орошения Смазывается цепь И смазываются шестеренки И все-все-все силовые агрегаты Трущиеся Они все смазываются За счет этого Этот пресс Ходит очень долго Может тебе покажется Что тут грязь и тому подобное Когда пресс работает В поле С него масло буквально капает Не ручьем льется Но оно капает Это нормальное состояние Наш же российский Работает на сухую И чтобы ехать в поле С нашим российским Нужно иметь Запас подшипников Если он сломался Его нужно менять Подшипники менять Качество обвязки Руона Я уже упомянул Что такое качество Обвязки Руона Здесь можно Руон завязать Так что через каждые 3-5 сантиметров Будет идти нитка Я завязываю Для себя Домой Менее Менее Качество выпускаемой продукции Руона Его плотность Габариты Значит На мой взгляд Самое лучшее И самое хорошее Вот в этих Ибертных прессах Это его габариты Руон настолько плотный Что с нашим российским Его не сравнить Почему Потому что В этом Ругоне Сено Не промокает Даже если сено Будет лежать На торце Вот таким образом Примерно Буквально чуть-чуть Его закрыл Чуть-чуть Закрыл Сверху Средняя часть Вода Не попадает Сено Очень плотное И вода Туда буквально Не проникает А если уж положить Ну Руон Когда будет лежать Так же Как он выпадает Из камеры Прессования То Он не промокает Какой бы Какой бы Сильный дождь Не был Единственное Что нужно После работы Контролировать Как лежат Рулоны Либо он скатился Либо он встал Может чуть-чуть Не так Его поправить Если прошел дождь То рулон Промокает Сверху И снизу Не промокает А намокает Прошел дождь Нужно Не полениться Прийти Тут рулон Перекатить На 90 градусов Чтобы Нижняя часть Которая соприкасается Землей Могла подсохнуть И верхняя часть Которая промокла Могла высохнуть И все И больше ничего Делать не надо Но в идеале Конечно же Лучше Рулоны Своевременно Привозить домой И класть Под навес Ну Это Не всегда Получается Потому что Как начинается Лето Сезон Быстрее Быстрее Больше 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 И тому Подобное Что такое Габаритность Я объясню В нашем Российском Пресса Рассчитаны Для работы Для больших Хозяйств То есть Изготовленная Продукция Это Рулоны Пригодны Только для того Чтобы их Привезти С поля Домой И то Нужно Иметь Большую телегу Габаритную Куда Можно было бы Их сложить Эти же Рулоны Можно запросто Покласть В обыкновенную Телегу Ширина Нашей телеги 2,35 Ну Немножко Они торчат Но это Не Не принципиально И Перевозить По дорогам Общего пользования Не будешь Выступать За габариты Наши же Российские Почему Стоят дешево Рулоны Их Сложно Продать Потому что Они выступают За габариты Они лежат Их Никто не берет Потому что Невозможно Их Перевозить В трал Значит В наш Российский Входят 26 рулонов В импортные Входят 28 рулонов Так Гидролейское Прессование Значит Имеет В чем Особенность Работы Ваза И Велгера Почему Получается Рулоны Размерами 180 Вот Камера Прессования Одна Левая Полусфера И правая Полусфера Когда Рулон Полностью Набирается И Практически До красного Ну Что нужно Выбрасывать Камера Вот так вот Открывается Буквально На 5 сантиметров И масса Рулона По диаметру Увеличивается На 5 сантиметров Там сразу же Увеличивается На 15 сантиметров Ну Когда Начинаешь Рулон Выбрасывать Камера Приоткрыта На 10 сантиметров И поэтому Диаметр Рулона Получается 180 Хотя Камера Прессования Реальная 150 В Велгере Вот в том месте Стоит замок И нужно Постоянно Контролировать Чтобы Камера Прессования Не набиралась Больше чем Положенного Если наберется Больше чем Положенного Можно Вывести Пресс В строй В этом же Прессе Значит Сделан Обрезной Булт Вот Вот Обрезной Булт Вот Вот Его Видно Если Камера Прессования Значит Вдруг Что-то В камеру Попало Инородное Тело Может быть Дерево Может быть Металлическое Что-нибудь Вот этот Булт Обрезается Все Значит И Балл Отбора Мощности Работает А Вращение Прекращается Сразу Сразу Выходишь И Устраняешь Причину Из-за Чего Произошла Остановка Работы Еще Вот Самое Скажу Основное И главное Вот Этого Пресса Это его Быстрая Окупаемость Буквально За один Сезон Ты его Окупишь То есть Все То Что вы Там Косите То Что я Показал На видео Ты Скрутишь Это все За один День На следующий День Ты перевезешь И все Остальное Значит Остаток Сезона Ты будешь Работать Под найм Все Твои Затраты Окупятся Буквально За месяц Это Не значит Что ты будешь Работать Именно у себя В деревне Как только Увидишь Что у тебя Есть пресс Да какой Значит Ты будешь Самым Уважаемым Человеком Деревне Из соседних Деревен Тебе Обязательно Приедут И будут Тебя просить Чтобы ты Им помог Скрутить Много Накупишь Буквально За Один Сезон